Девушки отдыхают Как справляться с этой турбулентностью Мы продолжаем искать пути Мы продолжаем смотреть на происходящие изменения с разных сторон В надежде на то, чтобы каждый из вас смог найти для себя свой собственный путь Путь созидания, путь исцеления, путь выхода Из происходящего и сегодня с нами мой друг вообще-то Книдар психологических наук, замечательная Ольга Кравцова Ольга специализируется в области психологии стресса и посттравматического стресса А еще она много лет работала в области экстремальной журналистики Готовя людей, журналистов к тому, как взаимодействовать с людьми, которые находятся сейчас в острой кризисной ситуации Правильно ведь? Ну что ж, продолжаем управлять турбулентностью Ольга Спасибо большое Спасибо, Аня Мне немножко непривычно в такой обстановке Я чувствую себя звездой в свете софитов Я больше, наверное, провожу все-таки тренинги, это такие психологические, чем лекции И, как Аня сказала, я работаю последние 15 лет Прямо вот как партнер журнала «Психология» с журналистами И многие мои тренинги и занятия посвящены психологии стресса для журналистов Чтобы общаться более грамотно, более бережно с людьми, прижившие травматические ситуации И самим журналистам выходить из стресса и справляться с травматическими последствиями Если кто-то из вас журналист или блогер У вас появятся какие-то вопросы такие более специфичные к концу Я тоже постараюсь на них ответить Тема у нас заявлена, конечно, очень оптимистичная Это как сохранить силу и жизнерадостность в сложные времена Я попрошу вас для начала Если у вас есть бумажка или в телефоне заметки открыть Просто для себя Попробуйте оценить свой уровень стресса Пусть это будет последние недели Насколько вы его от нуля до десяти оцениваете По тем критериям, которые для вас как-то близки интуитивно Что такое стресс? Мы об этом еще поговорим Насколько вы себя оцените от нуля до десяти? И вторую оценку дайте, пожалуйста, собственные стрессоустойчивости Они разнятся Бывает, что стресс у нас высокий, но и стрессоустойчивость высокая Или стресс высокий, а стрессоустойчивость мы ощущаем Как не очень такую сильную И нам нужны еще ресурсы Мы постараемся вернуться к этим оценкам в конце И посмотреть, изменилось ли что-нибудь даже за этот час Какие-то вещи, может быть, я вам скажу То, что вы уже знаете, конечно Это во всех психологических трактатах и статьях написано Но просто повторим базу Что такое стресс, что мы о нем знаем Такое базовое знание о стрессе Это реакция на изменение ситуации Обычно какое-то негативное давление ситуации Состояние телесного и душевного напряжения И стресс могут вызывать любые ситуации И положительные, и отрицательные Когда мы видим список самых стрессовых событий жизни Это и потеря близкого человека, и развод Но там есть и свадьба, рождение ребенка То есть те события, которые, вообще говоря, позитивные И ведут к радостным изменениям Но они все равно меняют нашу жизнь Приходится перестраиваться Приходится как-то менять график Менять обязанности, ответственность И это тоже вызывает стресс Но полная свобода от стресса означает смерть Нет у нас жизни без стрессов То есть все время вокруг нас что-то меняется Жизнь идет вперед Как-то мы по ней движемся И приспосабливаясь к новым ситуациям Мы каким-то образом лучше или хуже Справляемся со стрессом Интересно то, что Ганс Селье Который начинал изучать стресс Он изучал это как физиологический стресс И физиологический стресс более-менее стереотипен Если у нас есть какой-то стимул физиологический На него есть реакция На резкий звук мы вздрагиваем Или оглядываемся на какой-то хлопок Но в психологическом стрессе реакции гораздо более индивидуальны И мы больше реагируем не на стимул как таковой А на нашу оценку этого стимула На нашу оценку ситуации Насколько она нам угрожает Плюс насколько у нас есть ресурсы Чтобы с ней справиться Поэтому та ситуация, которая воспринимается Стрессовой и опасной для одного человека Она может восприниматься Совсем не такой для другого И я, наверное, возьму на себя смелость предположить Что вот сейчас у нас стресс как раз такой Который идет от нашего осознания ситуации Больше, чем от непосредственной опасности Которая нас окружает Если животное, антилопа увидела тигра Она должна как-то сгруппироваться Отреагировать и от него убежать У нас сейчас вроде бы Если выходишь на улицу Жизнь мало изменилась Пока что И стресс, который мы переживаем Я думаю, что мы его все так или иначе переживаем Он как бы идет от информации От той переработки информации Которую мы получаем Что же, как говорится, с этим делать Стресс имеет несколько фаз Опять же, когда наступает только ситуация Что-то меняется в окружающей обстановке Мы чувствуем какую-то опасность Чувствуем угрозу Организм мобилизуется Все наши ресурсы В том числе физиологические Но и эмоциональные И когнитивные по обработке информации Они как бы в состоянии такой тревоги В состоянии повышенной готовности приходят И это позволяет нам из ситуации Например, выйти Или как-то с ней быстро справиться Если быстро справиться не удается Если мы не выпадаем из этой ситуации Она продолжает на нас свое воздействие Есть фаза сопротивления Когда все-таки наш запас ресурсов Позволяет нам как-то в этой ситуации действовать И спасать жизнь Или сохранять как-то, не знаю, свое здоровье И физическое и психическое тоже Но если, опять же, продолжает ситуация На нас воздействовать Сил наши не безграничны Ресурсы не безграничны И наступает фаза истощения Когда мы такой плитой Или, не знаю, стеной Оказываемся придавлены И чувствуем себя соответственно И когда мы говорим о выгорании У нас тема экзистенциальное выгорание Обычно мы говорим про выгорание на работе Профессиональное выгорание Эмоциональное выгорание Это некоторые исследователи Как раз рассматривают Как фазу стресса Фазу истощения Которая не была решена Человек не успевает Справляться с каждодневным стрессом И приходит в такое состояние Упадка ресурсов И истощения Тут нужно сказать Что ситуация неопределенности И такой угрозы Она, наверное, особенно стрессовая Потому что В том числе мы не знаем Насколько рассчитывать свои ресурсы Вот когда мы сели Два года назад на карантин Поначалу Не знаю, насколько вы сейчас помните Кажется, что это было уже очень-очень давно Совсем другая жизнь была Но была сначала Вот как раз Фаза мобилизации Когда казалось Что вот сейчас мы посидим Там недельку или месяц на карантине А потом вернемся к прежней жизни Как ни в чем не бывало И когда все это растягивалось И затягивалось То у людей уже пошли Такие волны настроения То есть когда-то мы себя чувствуем Как-то более бодрыми Более энергичными Мы вроде бы приспособились Привыкли Потом как-то на нас наваливается Опять вот этот стресс И какая-то безысходность Непонятно опять же Когда это все кончится Чем это все кончится Когда мы вернемся к обычной жизни И не знаешь Насколько рассчитывать эти ресурсы Когда нет вот такого Как бы финала К которому ты готовишься И которого ты ждешь Очень сложно Вот эти свои внутренние ресурсы Психологические Растянуть на непонятно какое Количество времени И синдром эмоционального выгорания Когда мы говорим про работу Но в принципе выгорание может наступить И наверное вот как экзистенциальное по жизни Это синдром Который характеризуется многими довольно-таки признаками И там тоже есть индивидуальные особенности В зависимости от предрасположенности В зависимости от рабочей обстановки Рабочей ситуации Но общие симптомы состоят в том Что человек чувствует такое эмоциональное истощение И постоянное чувство усталости Второе Это отсутствие энтузиазма К тому, что ты делаешь И не получение как бы удовольствия Не получение вот того нерва Того огонька Как вот говорят Человек горит на работе И он выгорел То есть вот нет такого интереса Нет блеска в глазах И к работе начинает человек относиться Как-то более формально Более отстраненно Больше времени занимают Какие-то рутинные задачи Которые раньше быстро решались И так далее Если это работа с людьми То, соответственно, вот Такого уже участия Такого погружения в чужие проблемы Мы в себе не чувствуем Как-то начинаем, опять же Более формально подходить С меньшей, может быть, теплотой С меньшим таким погружением С меньшим участием И третий Вот такой общий признак Это снижение чувства достижения То есть кажется, что силы тратятся Но они уходят как бы в песок Вот нет отдачи Нет какого-то, опять же, удовольствия от работы Нет ощущения, что ты своей работой что-то меняешь И если мы это перенесем Вот просто на Ну, экзистенциальное выгорание Да, то, наверное, это можно уже говорить Не про работу А про какие-то любые другие активности Которые не приносят радости Не приносят былого такого эффекта Былой отдачи То есть мы не получаем Вот Того ресурса, который мы вкладываем То есть мы вкладываем силы А кажется, что Зачем все это нужно? Все равно ничего не меняется Все равно я ни на что не могу повлиять Зачем тогда вообще Стараться рвать сердце, душу Если Я как бы не способен Сдвинуть эту стену И все наши стрессы И выгорания И, собственно, психологические травмы Мы переживаем на всех уровнях Нашего существования Это физиология Когда мы чувствуем от стресса Повышенное сердцебиение Учащенное дыхание Какие-то бывают нарушения Желудочно-кишечного тракта Головные боли от напряжения Какие-то мышечные зажимы Бывает, что ощущение какой-то тошноты Или тяжести Мы прям физически это чувствуем Это, естественно, реакции эмоциональные Когда мы ощущаем Грусть, гнев, агрессию, апатию Кажется, что ничего не происходит И мы все делаем как всегда Какие-то стали как роботы Бесчувственные, наоборот Гося в себе эмоции И так далее Когнитивные Это то, что касается обработки информации Я не знаю, вы замечаете на себе или нет Я вот всем подружкам сказала Что сейчас стало тупее Просто действительно Какие-то вещи быстрее забываю На чем-то сложнее сосредоточиться То есть вроде бы я функционирую нормально Лекции даже, видите, могу прочитать вроде как Но какие-то вот каждодневные такие вещи Сиюминутные Они требуют немножко большего усилия Чем, может быть, это было раньше Не знаю, может, это с возрастом связано Но я как-то отношу к стрессу К продолжительному Изменения на уровне личности И межличностные изменения Это когда нам кажется, что Вот только я так переживаю Вот у всех все нормально А мне почему-то плохо Или кажется, что вот люди ходят И там, не знаю, не плачут А мне нужны какие-то все время Не знаю, специальные средства Или там таблетки Или выпить, или покурить То есть кажется, что никто меня не понимает Потому что ну как-то вот все обычно функционируют А я как-то необычно Но об этом мы тоже поговорим Тут важно понимать, что в такой стрессовой В острой стрессовой, травматической ситуации Все, что мы переживаем Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства Обстоятельства сейчас ненормальные Мне кажется, мы их впервые вообще переживаем Особенно вот поколение В районе 20 лет Это первый такой, наверное, серьезный Очень кризис экзистенциальный И непонятно, как его переживать Поэтому все вот чувства И все реакции, которые вы на себе наблюдаете Это не то, что вы сходите с ума И не то, что там с вами что-то не так Это не так в ситуации И все, что вы чувствуете Оно имеет право быть Что помогает справляться со стрессом? Вот когда Если бы у нас был более продолжительный такой тренинг Мы бы с вами там разбились на группы И пообсуждали, кому что помогает Ну, не знаю, можете с места мне выкрикнуть Что вы делаете, когда вы в стрессе? Фотографии котиков В смысле, смотреть или снимать? Смотреть Окей Работа Вложить вот эту энергию Отвлечь Прогулка Душ холодный Отлично Прогулка Какой-то вот спорт Какую-то энергию надо физическую затратить Тут картинка, которую у английского коллеги Журналиста подрезала Доктор велел не больше одной рюмки в день Ну, нет проблем Как бы, пожалуйста, вот одна рюмка у меня вполне устроит На самом деле для журналистов многих стран Не только российских Такой Такой Более старшего поколения Способ снятия стресса очень распространен Я сейчас с удовольствием вижу, что журналисты Студенты-журналисты уже меньше об этом говорят Почти Как-то у них это не фигурирует В В методах снятия стресса Условно Я бы предложила поделить для себя Способы борьбы со стрессом На три такие крупные кластера Сначала мы смотрим, что мы можем сделать с ситуацией Можем ли мы что-то сделать с источником стресса Можем ли мы из нее выйти Можем ли что-то сделать, чтобы уменьшить воздействие этой ситуации на нас Сделать ее менее угрожающей И иногда мы можем это сделать Выйти из комнаты, в которой душно Или убежать от тигра, который угрожает нас съесть Есть стратегии, направленные отношения на эмоции Наверное, знаете эту поговорку Набившуюся москомину Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней И во многих ситуациях действительно это можно сделать Можно работать над, опять же, оценкой ситуации Оценкой собственных ресурсов Ловить вот эти автоматические мысли Которые у нас возникают в ответ на стрессовую ситуацию Что, ой, боже, я не справлюсь Или там, какой кошмар, со мной всегда что-то такое случается Отслеживать их и переформулировать Какие-то более позитивные, более поддерживающие Но есть ситуации, к которым очень сложно Или невозможно изменить отношения Ну, то есть они действительно стрессовые Действительно плохие Не все, что делается, наверное, делается к лучшему Не из всех лимонов можно сделать лимонад И тут нам остаются стратегии Которые направлены на ресурс В принципе, они всегда работают И в первых двух ситуациях тоже То есть всегда хорошо Когда мы можем себя чем-то поддержать Восполнить ресурс Восполнить собственную силу Стро соустойчивость повысить Развить что-то в себе Но вот когда первые две не работают У нас всегда, в принципе, остается Третья И она, наверное, самая в каком-то смысле надежная Потому что все равно источник силы Он у нас практически всегда внутри И еще вот такую картиночку Я недавно совсем добавила в свои слайды Это тот способ, который ученые подметили Среди животных Но на самом деле у него человека есть Кроме известных классических Которые мы знаем как реакцию на стресс Бей или беги Или замри То есть считается, что когда животное Видит опасность Оно либо мобилизуется И быстро убегает Либо дает сдачи, борется Либо как-то замирает Притворяется мертвым Чтобы его не заметили И хищник там ушел Но даже у животных А уж у человека тем более Есть еще реакция То, что называется Заботься и дружи Или создавай дружеские связи Я не очень люблю гендерные разделения Но впервые их обнаружили у женских особей То есть считается, что вот бей или беги Это такая мужская реакция Но потом поняли, что на самом деле нет такого И у женщин и мужчин распространены И те, и другие Но факт тот, что в стрессовой ситуации Мы заботимся о тех, кто от нас зависит И мы быстро создаем какие-то социальные круги Мы группируемся Чтобы помогать друг другу Пережить опасную ситуацию Мне кажется, это вот Очень такая человеческая реакция И, собственно, одна из, наверное, главных На которые мы опираемся В экзистенциальном таком стрессе Я хочу сразу перейти вот к таким, может быть Выводам, да Или к каким-то то, что потом у нас будут карточки Рекомендации, которые я много формулировала Переформулировала И в итоге вот вышла к таким Они, опять же, очень простые И, может быть, банальные Но мне кажется, очень важно себе об этом напомнить Что чувствовать стресс Стрессовой ситуации — это нормально Опять же, вот все эмоции, которые мы переживаем Не надо их как бы гасить И не надо, как это сказать Переживать то, что я называю вторую серию Часто мы, знаете, вот переживаем над чем-то И мы переживаем, что мы как-то не так переживаем Вот эту вторую рефлексию Отсечь и разрешить себе чувствовать то, что вы чувствуете То есть мы отвечаем за то, что мы с чувствами делаем Как мы действуем на основе этих чувств Вот в этом диапазоне нужна, может быть, какая-то переработка Переформатирование, рефлексия и так далее Но на уровне того, что признаться себе, что мы ощущаем Можно разрешить себе ощущать то, что мы ощущаем И очень важно в стрессовой ситуации Вот эти чувства называть И мне кажется, что Ну, теперешняя ситуация Тут как раз две мои профессиональные линии сходятся То, что я работаю с журналистами То, что я психолог В психологии травмы Очень важно как раз говорить о том, что ты переживаешь А то, что сейчас на уровне журналистики Не все вещи можно говорить вслух Не все можно называть своими словами Это тоже для нашего переживания Травматической ситуации сложно Поэтому очень важно иметь людей, друзей, единомышленников С которыми вы можете обсудить все, что вы переживаете И назвать вещи так, как вы хотите их назвать И тоже не отсекать от себя никакие из крайних, может быть, переживаний Потому что я вот даже сегодня уже в последний момент Вот обдумывая эту лекцию Я подумала, что Мне кажется, в этой ситуации мы запрещаем себе радоваться, может быть Потому что есть люди, которым хуже И как бы мы не разрешаем себе веселиться Или пойти как-то развлечься С другой стороны, мы себе иногда не разрешаем и горевать тоже И тоже, потому что есть люди, которым хуже Как-то вот что я буду переживать за что-то, когда кто-то гибнет Кто-то рискует жизнью, кто-то теряет близких И кажется, что все, что в моей жизни происходит, это какая-то ерунда по сравнению с этим Но тем не менее, опять же, мы все имеем право на свои переживания И даже если это какая-то агрессия, которую мы не хотим проявлять Но мы ее можем чувствовать И как-то канализировать другое русло То есть, опять же, признаться и назвать вот те чувства, что я испытываю Там злость, гнев, безысходность, я не знаю, печаль Отчаяние, безнадежность или, может быть, радость И это тоже нормально А может быть, какое-то онемение, что я мало что чувствую И это тоже нормально И важно, опять же, иметь близкого человека, друга или родственника С которым вы можете это обсуждать Но если же прям совсем ни с кем нельзя обсуждать То полезно, мне кажется, писать дневник И сейчас дневник, мне кажется, тоже в двух направлениях работает Он как бы как эмоциональный выплеск того, что мы переживаем Плюс это потом может стать таким интересным свидетельством Ну, времени перемен, да Или такого вот времени, который исторический характер носит И используйте методы совладания со стрессом Которые работают для вас Я потом немножечко расскажу о некоторых методиках И тут как, знаете, как кулинарный мастер-класс То есть, что-то я вам предлагаю Что-то вам близко выберите Что-то вам кажется, что вам не подходит Вы, естественно, не берите Не потому что вот психолог сказал Так надо делать, да То есть сейчас как раз можно себе позволить Делать то, что помогает То, что приятно То, что вам близко и органично Не заставляя себя делать то, что в книжке написано Потому что кто-то сказал, что это должно сработать Насколько это возможно Придерживайтесь привычного образа жизни Это тоже такой совет для экстремальных журналистов В том числе, когда есть, когда ты можешь есть Пить, когда ты можешь пить Ходить в туалет, когда ты можешь сходить в туалет И спать, когда ты можешь спать Это очень важно Тут важно еще не доводить себя до такого эмоционального истощения Опять же, в какой-то порыве солидарности с теми, кому хуже Или потому что мы хотим себя, не знаю, как-то этим стрессом наказать Или мы не заслужили радоваться Или еще что-то Очень важно попытаться Правильно питаться Вовремя спать И обязательно какую-то физическую активность проявлять Вот сказали, прогулка Холодный душ Что-то для тела Потому что, опять же, мы стресс переживаем И на физиологическом уровне тоже Но у нас физиологического выхода как бы нет Мы не можем, как испуганная антилопа Собраться, мобилизоваться и убежать То есть у нас повышается адреналин У нас стучит сердце У нас, не знаю, ком в горле Но у нас это физически никуда часто не выходит И как бы ему некуда выходить Поэтому важно какой-то физической активностью заниматься Кто-то там драет квартиру Да, стирает руками Не знаю, что-то начищает Кто-то бегает или ходит Марафоны Кто-то, не знаю, танцует Перед телевизором дома Можно включить какую-то музыку Которая вам нравится Если сейчас не очень там хочется ходить на какие-то вечеринки Да, но всегда можно дома чем-то себя занять Физически мы обязательно Находите какой-то позитивный выход От этой накопившейся энергии Пускайте вот эту фрустрацию В работу, в пользу для тела Периодически выключайтесь И создайте зону свободную от стресса Это может быть, например, какое-то Любимое кресло под уютной лампой Какой-то пледик Который для вас символизирует Такую заботу и тепло И сейчас невозможно, наверное, не погружаться в соцсети Как я читала Один психолог сказал Три раза в день максимум читайте новости Например, журналистам я не могу такого посоветовать Три раза в день это очень мало То есть я понимаю, что люди могут сидеть По полдня в новостях Но пусть это все равно будет некое расписание То есть когда вы себе позволяете Когда вы себе даете вот это время Не знаю, там, початиться с друзьями Почитать новости Но пусть будет какой-то час или полчаса Или какой-то период Когда вы, опять же, либо переключитесь На какую-то физическую активность Приготовите там ужин Любимой семье Или почитаете книжку Не связанную с психологией экстремальных ситуаций А какую-то просто художественную Конечно, очень приятно и полезно уделять время Тем, кому вы любите Если у вас есть животное, любимое Поиграть, погулять Пообщаться с детьми Пообщаться с семьей Это все-таки очень действительно Наверное, поверхностные советы Понятные, да? Но мы часто о них забываем И вот у меня коллега, например, говорит Что составляет расписание И окрашивает разными цветами Те дела, которые она себе вносит в список Если она видит, что Весь список дел на день состоит только из работы Она понимает, что надо его чем-то разбавить То есть прям вот в буквальном смысле Вносите в список сегодняшних дел Что-то, что восполняет ваш ресурс Почитать книгу, посмотреть кино Пусть это будет прям вот То дело, которое вы должны К концу дня вычеркнуть Потому что это, опять же Поддерживает наш ресурс Помогает нам справляться С трудной ситуацией С трудным периодом Ставьте реалистичные цели И стройте реалистичные планы Опять же Есть вещи, которые мы Не в состоянии изменить И все равно они отжирают Очень много наших переживаний Но есть то, что мы можем делать То, что в зоне нашего контроля И очень важно вот это найти Пусть это даже какие-то будут Небольшие шаги Но направьте свое внимание на них То есть лучше делать то, что Поддается вашему контролю То, что вы можете изменить Чем все время биться и раниться Как бы о то, что мы не можем сделать Как вот наша общая подруга сказала Ищите другой негатив Она сформулировала это как негатив Но на самом деле Ищите какое-то дело Или пусть это даже будет проблема Около себя Которую вы можете решить Это, опять же, хорошо влияет На чувство контроля Что мы понимаем, что Не совсем мы такая песчинка Перед лицом судьбы Есть вещи, которые мы не можем Остановить, изменить На которые повлиять Но есть вещи, которые мы можем сделать Иногда это помощь другому Например, человеку Опять же, если мы считаем, что Наша ситуация еще не самая плохая Но найти, куда мы можем предложить Этот ресурс помощи Помочь тем, кому мы можем помочь Это может быть очень терапевтично И будьте бережны к себе и другим Если необходима поддержка Нужно, чтобы мы могли ее получить Чтобы у нас были такие друзья Единомышленники Чтобы мы знали, что есть такие круги Которые нас поймут, поддержат Куда можно, опять же, выплеснуть свои эмоции Самые, казалось бы, неприглядные Некрасивые Но мы знаем, что нас поймут И наши эти эмоции разделят И создавайте вот эти сети взаимной поддержки Будьте сами тоже вот своим друзьям Внимательным ухом Поддерживающей рукой И, не знаю, теплым пледом Тем человеком, который может предложить поддержку Потому что вот в стрессовой ситуации В ситуации затяжной такой травмы Это значит очень много За что я люблю свою жизнь У меня здесь был слайд За что я люблю свою работу Поскольку у нас посвящена тема выгорания На самом деле я вот уже буквально здесь подумала Что давайте возьмем широко И я вспомнила как раз Когда мы с Аней работали В центре помощи беженцам У нас были женские группы Для женщин из Афганистана И мы им задавали вопрос Напишите такое сочинение За что я люблю свою жизнь И они переспрашивали иногда За что я не люблю свою жизнь Нет, за что вы не любите Мы приблизительно представляем А напишите за что вы любите И они писали совершенно удивительные Просто какие-то волшебные сочинения Вспоминая вот все то хорошее Что у них в жизни произошло Применительно к рабочему выгоранию Можно спросить За что я люблю свою работу Потому что обычно то Что доставляет нам стресс Оно отчасти является тем же самым За что мы свою профессию выбираем Ну вот применительно к журналистике Это там быстрая смена тем Информации Ты встречаешь все время Каких-то новых людей Ты все время бежишь В какое-то новое место Ты должен погружаться В новую тему И это стрессово Но когда задаешь журналистам вопрос За что я ее люблю Они приблизительно Вот это и отвечают Что это никогда не рутина Это все время что-то новое Я встречаю людей С которыми я бы иначе Никогда не познакомился Я погружаюсь в какую-то тему Которую я бы никогда не узнала И это вот будет вам домашнее задание Такое написать сегодня вечером За что я люблю свою жизнь И это еще способ Немножечко переформатировать Своё отношение Может быть к страху Потому что обычно То, чего мы боимся Показывает нам С позитивной стороны Что нам дорого То есть за что мы Любим свою жизнь Мы это обычно боимся потерять Как знаете в песне Если у вас нету тети То вам ее не потерять Иметь или не иметь То, что нам дорого То, что нам греет сердце Конечно мы боимся потерять Но вот эти страхи Они нам показывают Что есть в нашей жизни ценности Которыми мы дорожим Что бы могло вас порадовать Прямо сейчас Я написала антистресс 100 Потому что у меня есть список Вот из 100 таких пунктов Они мелкие Но я даже не стала Его сегодня приносить Потому что тоже предлагаю вам Набросать их для себя Может быть сегодня вечером Вот что вы делаете Вот прогулка Да, там душ Не знаю, какая-то вкусная еда Поиграть с собакой Что можно сделать Вот прямо сейчас Да, или там прямо дома Ну то есть в отсеке одного дня Что вам бы помогло Развеяться Порадоваться Проявить кому-то заботу Вот как-то восполнить ваш ресурс Напишите такой список И чем больше вы пишете Тем вот если вы поставите Задачу написать 100 То есть, наверное, первые там 20 Напишется быстро А потом это становится сложнее и сложнее Но потом иногда выплывают Такие очень интересные Какие-то вещи Воспоминания Что на самом деле Позвонить другу Позвонить какому-то близкому человеку Или сходить в музей Но это не то, что мы можем прямо сейчас сделать Да, но запланировать Там посмотреть расписание Купить билет То есть какие-то такие мелкие подарочки себе Запишите в список И в следующий раз, когда вы его возьмете Там Сегодня я сделаю вот то Завтра я сделаю вот это Посадить какое-то растение Там, не знаю Купить какую-то безделушку Но которая радует сердце Еще, мне кажется, хорошая практика Вечером, тоже перед сном Говорить и вспоминать За что я благодарен Сегодняшнему дню И это может быть тоже Любое какое-то Происшествие Или то, что не случилось Происшествие Да, что не случилось ничего плохого Что какие-то мелкие достижения Поблагодарить себя За, не знаю Какое-то доделанное долгое дело Или наоборот За появившуюся какую-то идею Что вы хотите сделать в будущем И так далее И попробуйте ввести себе это В каждодневную практику Вот вечером вспоминать Три какие-то пункта за день За что вы скажете спасибо Ну, кому вы скажете это Я не знаю, да Себе или Богу Или судьбе Вот как-то их Отрефлексировать И отметить Еще даю такое упражнение Если бы мы Вот опять же сегодня Вели более такой продолжительный тренинг Написать себе памятку На черный день Ну, можно сказать Что черный день уже наступил Но в какой-то момент Когда вы чувствуете себя Вот в ресурсе Да, в силе Более-менее как-то Справляетесь со стрессовой ситуацией Попробуйте взять лист Разделить его на три колонки И написать В первой Мои качества Которыми я горжусь Которые меня радуют Мои хорошие качества Как личности Во второй Мои способности и таланты Что я умею Причем это тоже может быть В разных областях В профессиональной В домашней В плане дружбы Да, вот Любой Психологический Спортивный Какие-то Не знаю Какие-то умения И мои достижения Тоже И в плане Учебы В плане работы И в плане Просто жизни Что у вас хорошо получалось Что вы вспомните И я думаю Вы получите интересный опыт Потому что Я, например Когда первый раз делала Такое упражнение Мне все время хотелось Написать какое-то Но И ловишь себя на мысли Что Очень сложно писать Только хорошее Про себя Как будто ты Ты пишешь это для себя Вроде бы никому Это не показывай Никто не увидит И тем не менее Вот мы как-то так Наверное воспитаны Что Нехорошо так себя хвалить Нужно все время Сказать Ну да Но я знаю Что вот здесь Я там не дотягиваю Вот этого у меня еще нет Там надо подтянуть Не надо Пишите Вот действительно Попробуйте себя Настроить на то Что вы пишете Все самое-самое хорошее Как о таком Очень близком Дорогом Любимом человеке Вспомните Что говорят о вас Ваши друзья Вспомните Что вам говорят На день рождения Например Всегда мы получаем Такое количество Комплиментов Что думаешь Ой это я Какой прекрасный человек И опять же Когда вот вы напишете Это все После каких-то Вот первых То что Сразу приходит на ум Потом вспоминаются Какие-то вещи Которые может быть Забылись И у вас будет Такая вот памятка На черный день Когда вам кажется Что ничего не получается И я ничего не могу От меня не зависит Вы смотрите И видите Какой вы уникальный Прекрасный человек Другого такого нет На земле И которого много Достижений У которого много Прекрасных качеств И это действительно В трудную минуту В такую минуту Упадка Может здорово Поддержать Опять же Не критикую себя Что да Что маловат Список Надо что-то дополнить Это пусть будет Вашими планами Но не вашими Как бы Не вашим источником Не достать чего-то Что касается стресса Вот на телесном уровне Есть такая техника Простая очень Заземление Особенно знаете Когда мы чувствуем Что вот Мы что называется Себя накручиваем Какими-то стрессовыми мыслями Да Мы как-то погрузились В какую-то Воображаемую реальность То есть Та которая у нас в голове Которую мы знаем Там из новостей Да Но не в которой Мы находимся Здесь и сейчас Вспомнить Что мы Сейчас В безопасной ситуации Ну то есть Если вы действительно Сейчас в безопасной Это не подходит Техника для Человека Который убегает От опасности Если вы сидите дома И начитались Там новостей Например Попробуйте Вернуться Вот что называется Здесь и сейчас Ситуацию И заземлиться Посмотреть Пять вещей Которые вы видите Можно какой-то цвет Выбрать Пять красных предметов Которые вы можете В комнате найти Пусть ваш взгляд Вот отметит Да Какая-то Там подушка Ручка Обложка книги Там не знаю Абажур от лампы И какое-то пятно Там на одеяле Если оно какое-то Почворковское Или не знаю Что угодно Свечка Лампа Четыре вещи Которые вы Осязаете Да То есть Что вы можете Потрогать Приятное Какую-то поверхность Там прохладную Гладкую Какую-то наоборот Шершавую Приятную На ощупь Там плед Какой-то пушистый Или мягкую игрушку И вот какие-то поверхности Которые вы можете Потрогать Три вещи Которые вы слышите Опять же Вот сейчас Что мы слышим Там голоса Да Какой-то Ну кроме моего голоса Может быть Какой-то еще Такой гул неясный Ну и соответственно В комнате Когда вы сидите Всегда у нас Какие-то есть звуки Которые мы слышим С улицы Там из соседнего помещения Какой-то телевизор За стеной Там на улице Машина проехала И так далее Две вещи Которые вы Обоняете Возьмите Может быть Любимые духи Да Или какой-то гель Для душа Вот что-то Что вам приятно Понюхать Там не знаю Какой-то Лимон Или Банан Что-то Какой-то запах Который вам приятен И одну вещь На вкус И вот через Телесные такие ощущения Мы Заземляемся Иногда кажется Что это какая-то Такая Странная Методика Но она Нас возвращает Вот Опять же В ситуацию Здесь и сейчас Напоминает Что сейчас Мы в безопасности Сейчас Как бы Мы можем Расслабиться Там Да Вспомнить Про то Что у нас есть тело Про то Что мы Здоровы Там Или может не очень здоровы Но по крайней мере Там Как-то В силе Палминг Если вы знаете Такую технику Здесь немножко Не такая картинка Это то Что я нашла В интернете Когда Кладутся Ладони На Глаза Вот так Предварительно Можно их так Потереть Чтобы Если у кого руки Склонны к тому Чтобы быть Прохладными Немножечко потереть Друг об друга Чтобы Ладони Нагрелись И закрыть Вот так Перекрест глаза Особенно Если вы работаете На компьютере Да Опять же Мы там читаем Все время В телефоне И все время Это экран Все время Это свечение Посветить Несколько минут Вот такой Технике Расслабления Когда тепло От рук И есть такая Сплошная темнота Она дает Глазам отдохнуть Немножечко Восстановиться Можно там Не знаю Раз в час Сделать себе Перерыв По таймеру Да И пять минут Посидеть Дать глазам Отдохнуть Еще я хочу Вам рассказать Про Технику Релаксации Самую Простую Можете Сейчас Кто захочет Попробовать Да Я просто Расскажу Вам Восстановление Сил И в такой Ситуации Может Можно себе Внушить Какие-то Позитивные Мысли Какие-то Подбадривающие Которые Нас Опять же Поддержат И сделать Это так Как сделал Человек Который Вас Любит Который О вас Заботится Который Вас Поддерживает Это Можно Сделать Себе Самому И Можно Проводить В ситуации Рабочего Напряжения Даже Когда На работе Если можете Себе Уделить Пять минут Чтобы Вас Никто Не беспокоил Иногда Просто Бывает Что Когда У людей Какие-то Дедлайны Или Много Работы Кажется Что Если Я Расслаблюсь Я Потом Себя Не Соберу Но На самом деле Это Тоже Нам Позволяет Заземлиться Вернуться В ситуацию Такую Телесную Здесь И Теперь И После Этого Наоборот Продуктивность Может Вырасти То есть Вы Как Больше Соберетесь Того Чтобы Потом Не Сосредоточитесь И Растечетесь Важно Тут Принять Удобную Позу Это Можно Делать Сидя Стараться Не Перекрещивать Ноги То есть Сделайте Так Чтобы Вас Ноги Стояли На Полу Откиньтесь На Спинку Стула Или Кресла Это Можно Делать Лежа Дом Перед Сном Да Но Сидя В принципе Это Такой Рабочий Момент И Руки Старайтесь Не Перекрещивать Пусть Руки Лежат Ладони На Коленях Или На Бедрах Считается Что Расслабляющее Дыхание Это Дыхание Животом Если Кто Занимался Когда Нибудь Йогой Может Знает Оно Немножко Для нас Непривычно Поэтому Иногда Нужно Отдельно Потренироваться Представьте Что У вас В животе Такой Воздушный Шарик И С каждым Вдохом Он Надувается Кто-то Уже Зевает Я вижу Людям Захотелось Поспать И Последите Сейчас За своим Дыханием Если Удобно Можно Закрыть Глаза Если Вам Это Комфортно И Вы Дышите В том Ритме Который Вам Удобно Но Старайтесь Делать Выдох Чуть Более Продолжительным Чем Вдох Можно Считать На Четыре Счета Вдыхая А Выдыхать На Шесть И Не Забывайте Что С каждым Вдохом У вас Наполняется Нижняя Часть Легких Шарик В Животе Надувается И На Шесть Вы Выдыхаете Можно Представить Себе Какой-то Цвет Вы Вдыхаете Прохладный Голубой Воздух Выдыхаете Розовый Теплый Если Вы Чувствуете Что У вас Где-то Стресс Накопился В теле Какое-то Напряжение Мышечное Или Какое-то Особенное Такое-то Стрессовое Точка Вы Вы Можете Представлять Как Вы Дышите Через Нее И С каждым Вдохом И Выдохом Напряжение Там Немножечко Становится Меньше Рассасывается Ослабляется Прислушайтесь Прислушайтесь К окружающим Звукам Тоже Вот здесь У нас Много Чего Окружает В плане Звуков Голоса Гул Мой Голос Понятно Бывает Что Как-то Дверь Там Где-то Хлопнула Кто-то Зашел И Когда Мы Сосредотачиваемся На Окружающих Звуках Они Становятся Привычными И Перестают Нас Отвлекать И Внимание Мы Направляем На Телесное Ощущение И Тело Будет Вам Благодарным Потому Что Мы Часто О нем Забываем И Вспоминаем Только Когда Что-то Не Так Что-то Некомфортно Или Неудобно Или Там Заболело Зачесалось А когда Мы Просто Обращаем Внимание На Хорошо Функционирующее Тело Оно Порадуется И Вас Порадует И Попробуйте Вот сейчас Представить Почувствовать Как Ноги Стоят На Полу Как Вы Опираетесь Стопами Как Вы Сидите На Стуле Как Спина Может быть Облокачивается На спинку Как Руки На коленях Лежат И Начиная Со Стоп Такое Очень Приятное Теплое Мягкое Тепло Поднимается По Голеням К коленям К Бедрам Если Сложно Бывает Расслабить Какую-то Группу Мышц Можно Наоборот Ее Напрячь Например В случае Стоп На себя Потянуть Очень Сильно Стопы Потом Расслабить И Бросить И Вы По Контрасту Почувствуете Вот это Тепло И Расслабление Такую Приятную Тяжесть Которая Возникает В ногах И С Практикой С Тренировкой Потом Такие Ощущения Будут Возникать Быстрее И Легче И В таком Состоянии Когда мы Смотрим На себя Изнутри И Ловим Ощущения Тела От этой Приятной Тяжести Приятного Расслабления Мысли Они Как бы Заходят В голову И уходят Не задерживаясь В голове То есть Мы можем Специально Их не гнать Ну просто Поскольку Наше внимание Сосредоточено На Ощущениях От тела Мысли Как бы Вот эта Карусель Вот Обдумывание Каких-то Обрывочных Мыслей Тревожащих Она Потихонечку Уходит Обратите Внимание На руки Тоже Сейчас Как у вас Они лежат На коленях Наполняются Приятным теплом Начиная С кистей К локтям И к плечам Может быть Почувствуете Легкое покалывание В ладонях И тоже Руки Становятся Очень приятные Теплые Тяжелые И вы Расслабляетесь И отдыхаете Можно представить Какое-то Приятное Для вас Место Где вы Раньше Были Или Где вы Хотите Побывать Вы знаете Что вы Можете Всегда Вот на Пять На десять Минут Сколько у вас Есть Туда Перенестись И тоже Попытаться Там Увидеть Услышать Почувствовать Все Что вас Окружает Все Что вам Дает Сила И восполняет Вашу Энергию То Что вам Приятно Какие-то Звуки Которые Вы Слышите Может быть Это Шум воды Или Шелест Листьев Или Пение Каких-то Прекрасных Птиц Что-то Что у вас Ассоциируется С отдыхом Расслаблением Таким Очень приятным Восстановлением Сил И вы знаете Что вы В это место Можете Вернуться В любой момент И можете Себе Там Какие-то Сказать Поддерживающие Слова Которые Вам нужны В данный Момент Что Все Получится Мы все Преодолеем Да Мы Выживем Мы Сохранимся У нас Достаточно Сил Для этого Которыми Даже Мы можем Поделиться С другими Тем Кому Они Нужны И после Того Как вы Вот Вдохнули В приятном Месте Опять же Вы в другой Раз Можете Сделать Это Подольше И поподробнее Вы можете Из этого Состояния Потихонечку Выходить Тоже Дышите В том Ритме В котором Удобно Но Чуть Более Энергичным Становится Вдох И вы Чувствуете Что вы Отдохнули Напитались В приятном Месте Солнышком Или что Там у вас Было Хорошее Энергии Да И эту Энергию Вы Понесете В реальную Жизнь И в какой-то Момент Если у вас Были закрыты Глаза Открывайте Если захочется Потянуться И как-то Подвигаться Можно Подвигаться У нас Такая Получилась Очень Экспресс Такая Релаксация Ну Вот Просто Это Основные Такие Шаги Которые Важно Делать И опять же С практикой Это все Гораздо Быстрее Можно Прочувствовать Я сейчас Иногда Перед сном Себе Включаю Какие-нибудь Ютубовские Релаксации И ни одну Не могу Дослушать До конца То есть Я очень Быстро Просто И потом Ну как же Там какие-то Были Интересные Слова Которые Я Не успела Запомнить И воспринять То есть Практически Сразу Я Засыпаю Поэтому Если Есть Какие-то Проблемы Со Сном То Может быть Тоже Это Полезная Методика Знаете Тоже Когда Мысли Очень Крутятся В голове Когда Мы ложимся Спать И они Как бы Не отпускают Опять же Обратить Внимание На какие-то Телесные Ощущения Что Вот Мы Лежим На кровати Голова Лежит На подушке Одеяло Нас Закрывает Поймать Вот Ощущения Ноги Руки Голова И В таком Состоянии Вы заснете И будет Сон Более Более Глубокий Более Здоровый И с утра Проснетесь Более Отдохнувшим Окей Вот Не заглядывая В первые Ваши Две цифры Как бы Вы сейчас Оценили Свой уровень Стресса И как бы Вы сейчас Оценировали Свою Стрессоустойчивость Помните Мы писали Две цифры Вначале Ну я не жду Что как бы Что-то радикально Изменилось Но просто интересно Вдруг На один бал Или на парочку Что-то куда-то Сдвинулось Будем надеяться Не в сторону Большего стресса А все-таки Меньшего Спасибо вам большое За внимание АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ